Решил рассказать о своем опыте использования гитары ESPY Explorer. Я ей владею около 15 лет, поэтому мне есть что рассказать. По преимуществу я не буду говорить. Все прекрасно знают, какой у нее классный звук. На ней играют великие гитаристы. Вы можете в интернете найти очень много роликов, которые посвящены этой гитаре, послушать ее звучание и послушать звучание на альбомах тех же самых знаменитых групп. Поэтому на этом концентрироваться я не буду. А расскажу именно о ее недостатках. Потому что, например, когда я ее покупал, у меня не было возможности прийти в магазин и на ней поиграть. То есть в то время просто их не было в наличии. И я даже больше скажу, когда я ее заказывал, то есть я пришел, оставил предоплату и ждал 8 месяцев. Ее привезли из Америки. То есть сначала она из Японии попала в Штаты, а потом из Штатов уже попала в Россию ко мне. И поэтому поиграть на ней я тогда просто не мог. Не мог понять, подойдет она мне или не подойдет. То есть я брал ее, грубо говоря, вслепую. И спустя 15 лет я хотел бы рассказать основные ее недостатки. Они, естественно, присутствуют. Первый недостаток такой существенный – это ее дизайн. То есть он офигенный. То есть супер. Ничего не скажешь. Но если вы привыкли к классической форме, то вот этот выступ, он будет вас немного напрягать. То есть все время будет как-то сидя, особенно когда ты играешь. Стоя, да, нормально. Но сидя будет напрягать. Второе – это мое субъективное, что мне не нравится. Это когда на ремне вы ее держите. Вот так она не держится. Она все время свешивается на середину, на баланс. То есть мне это не очень нравится. Я привык к классической гитаре так поставил, и она так к тебе держится. Третий недостаток – это когда вы приходите на любую репетиционную точку, базу, вы вряд ли найдете на нее подставки. Сами понимаете, форма вот такая вот. И она в основном вешается на вот такую вот подставочку. Но вряд ли она будет на репетиционной базе. И поэтому вы будете ее ставить на комбик, еще куда-то ложите. Обязательно кто-то ее заденет. И вот у вас произойдет вот такой скол, как произошел у меня. Очень неприятная история, потому что гитара дорогая. И, естественно, ты ее хочешь уберечь, чтобы с ней ничего не произошло. А тут вот такая неприятная история. Поэтому, ну, это реально существенные такие недостатки, тычки. Вот, конечно, ну, то есть они все, как бы это сказать, плюсов и достоинств у нее больше. Но вот они имеются. И еще есть недостаток. Это мне просто не очень подходит, не очень нравится вот сам гриф. То есть он на классических формах гитарах, он более такой, как бы это сказать, более удобный, что ли. Вот. Но это чисто мои субъективные вещи. То есть если у вас есть возможность попробовать эту гитару где-то в магазине, вы сразу можете понять, подходит она вам или нет. Просто у меня, как я уже сказал, такой возможности не было. Вот. В любом случае, гитара потрясающе, очень крутая. В любом случае, гитара потрясающе.